Всем доброго времени суток, с вами Александр и добро пожаловать на новый урок по программе Motion Builder. Несколько дней назад меня попросили показать, как делать контроллер для анимации хвоста. Дело в том, что настройки хвоста в основную панель риггинга Motion Builder не входят, поэтому их надо создать вручную. В основе своей данный дракон у меня уже зариггин, то есть я его могу анимировать. Вот он у меня двигается, может помахать рукой вам в знак приветствия. Итак, давайте приступим к работе. Вернемся в положение 0 и выберем режим редактирования риггинга, нажав на панель Definition. Откроем замок. По умолчанию у нас стоит режим X-Ray, для того, чтобы были видны все кости. Если их у вас вдруг не видно, то просто поставьте галочку на X-Ray. Вот у меня отображаются кости, которые входят в хвост. И давайте приступим. Для начала закинем в основное окно два маркера. Идем в Wazer Browser. Выбираем Elements. И кидаем маркер. Отмасштабируем. Кидаем еще один маркер. Также немножко его увеличим. Пойдем в Primitives. Выберем плоскость. Она у нас будет играть роль пола. И тоже чуть-чуть отмасштабируем. А теперь идем во вкладку Constraints. Выбираем Chain IK. И также кидаем в сцену. Выбираем маркер. Вот он у нас первый. Давайте я его для удобства переименую. Так, маркер 1. Маркер 2. Итак, маркер 1 нам сейчас надо привязать к последней кости, к последнему джойнту, который входит в хвост. Для этого я раскрою список всех костей дракона. Давайте я пока вытащу эту панель, чтобы было хорошо видно. То есть, вот она, последняя кость хвоста. Я выбираю маркер 1. И зажатой левой кнопкой переношу его на эту кость. Выбираю команду Allergy Translation All. И при этом у нас происходит полное совпадение по координатам XYZ, маркера и данной кости. Выбираем маркер 2. И перемесу его куда-нибудь на любую центральную кость. Повторю команду. Единственное, здесь я его чуть-чуть подниму вверх. Теперь идем во вкладку Constraints. Смотрите, мы теперь находимся в общей панели Навигатор. Выбираем Constraints. Выбираем Chain IK. В панели First Join выбираем первую кость, которая у нас является началом хвоста. Или началом вашей IK цепи. End Joint. Последняя кость. Эффектор. Это основной инструмент, которым мы будем осуществлять анимацию. Сюда закидываем маркер 1. Поливектор объект. Сюда кидаем маркер 2. И во вкладку Fluor кидаем плоскость. Повторюсь, она у нас будет имитировать пол. Теперь маркер 1 и маркер 2 мы должны привязать к основному контроллеру нашего риггинга. Для начала давайте закроем панель редактирования риггинга. Нажмем замок. Подтвердим, что у нас идет бипид. Выбираем контроль риг. Найдем центральный элемент управления. Вот он у нас называется. Характер. Control Hips Effector. И под этот основной контроллер мы должны привязать наши маркеры. Выбираем маркер 1, маркер 2. И зажатой левой кнопкой переносим их под данный контроллер. Делаем их дочерними. Вернемся в настройки IKCP. Нажимаем Chain IK. Выбираем актив. И давайте я все окна верну по умолчанию. Итак, таким образом вы видите, что у нас создались дополнительные элементы управления для хвоста. Если приглядеться, то мы увидим, что сейчас хвост перекручен. Для этого выберем маркер 2. И просто опустим его вниз. Вот обратите внимание. Он у нас отвечает теперь за вращение хвоста. То есть по аналогии с другими программами, это своего рода направляющий вектор. Вот еще раз. Двигая его, мы можем анимировать вращение хвоста. И выберем контроллер 1. Мы можем шевелить хвост вверх, вниз, влево, вправо. И если мы опустим хвост на пол, обратите внимание, он автоматически взаимодействует, извиняюсь, с полом. Как бы мы не опускали бы ниже пола наш контроллер, хвост все равно будет взаимодействовать. Создавая ключи для каждого из контроллеров, вы создадите анимацию. И выбрав основной контроллер, который у нас отвечает за таз всего персонажа, мы будем двигать персонаж в сцене, то мы увидим, что и дополнительные контроллеры двигаются вместе с ним. Надеюсь, урок был вам полезен. Если есть вопросы, пишите. Если понравилось видео, палец вверх, не понравилось, палец вниз. С вами был Александр. Всем пока!